Программа FastQC уже есть на нашем сервере, поэтому я не буду показывать, как ее установить, а покажу, как разобраться в ее использовании. Надеюсь, вы помните, что для встроенных команд всегда можно набрать man, пробел и имя команды, тогда вы получите краткую справку об опциях и аргументах этой команды. К сожалению, для программ сторонних разработчиков, которые устанавливают в систему, эта опция недоступна. Однако, большинство из них поддерживает опцию "-help", или "-h", которая выведет нам примерно такую же справку. Давайте попробуем. Итак, я ввожу FastQC "-help", и получаю на экрану информацию об опциях. К сожалению, информации так много, что на весь экран она не поместилась, поэтому удобно сделать следующим образом. Поставить перенаправление в Redactor Less. Тогда я смогу перемещаться по хелпу вверх и вниз. Ключевая информация обычно находится на самом верху. Итак, для того, чтобы запустить FastQC, достаточно просто передать ей одну или несколько файлов с последовательностями. Кроме того, можно указать различные опции, которые можно посмотреть ниже. Мы используем только опцию "-o", чтобы указать выходную директорию для наших файлов. Итак, у меня есть два файла с последовательностями. Создам директорию для выходных файлов и запущу FastQC, как я только что разобрался. Первый файл, второй, минус "-o", и папка с результатами. Запускаем. Обработка успешно завершена. Можно очистить экран и проверить папку results. Мы видим тут два архива. Чтобы просмотреть их, поскольку это HTML-странички с картинками, их нужно скопировать на клиент. Поэтому выходим с сервера. Итак, теперь можно выйти с сервера и скопировать результаты выполнения FastQC на наш компьютер. Создадим папку для этих результатов. И запустим копирование. Мы видим, что результаты в zip-архиве, поэтому распакуем их. Поскольку результаты представляют собой, что ML-ки и картинки, то чтобы их просмотреть, понадобится просмотрщик. Поэтому свернем терминал. И откроем HTML-ки в обычном браузере. Мы видим картинки от FastQC. Аналогичным образом можно научиться запускать практически любую программу, в которой есть консольная версия выполнения. Продолжение следует... Продолжение следует...